Господин Пушкаш, вот говоря о референдуме, я уже упомянул, что одна из политических сил, именно партия ШОР, сегодня появилась новость о том, что партия ШОР намерена провести консультативный референдум относительно названия государственного языка, и даже они выступят с этим предложением в парламенте. Я бы хотел в данном контексте поговорить о своевременности, скажем так, потому что мы с моим коллегой с 2018 года говорим о том, что, точнее, в 2018 году в начале мы написали материал под названием «Языки раздора» или «Разложение молдавской идентичности», в котором мы очень подробно рассмотрели языковую проблему, ее корни, исторические, нынешнюю ситуацию и будущее. Так вот, в данном материале, и мы об этом неоднократно говорили несколько лет с 2018 года в рамках наших программ, мы предложили следующее решение – признать официальными языками румынский и русский и дать особый статус языку гагаузскому. Нас то ли не слышали, то ли не хотели слышать, но мы сегодня видим результаты. И мы с вами сегодня понимаем, что тот запрос о проведении консультативного референдума вряд ли доберется даже до повестки парламента с учетом нынешнего состава законодательного органа. Но как бы вы отнеслись к инициативе о признании официальными румынского и русского и дать статус гагаузского для того, чтобы консолидировать и объединить общество и уже разрешить этот вопрос, ну, пресловутый, прямо скажем, уже набившим оскомину в том, что касается названия языка и их статусов в нашей стране? – Значит, вы знаете, когда строили здание правительства в 60-е годы, моё поколение знает, посадили вокруг здания правительства ели, елиенки, бразы, как? – Елик, да. – Елик. – Начали спрашивать, а зачем вы ели, сажаете? – А потому, чтобы не забыть, что есть Сибирь. – Вы понимаете? – Значит, произошла сплошная русификация. – Хотя я 7 лет находился в России, многое могу рассказывать, потому что закончил профессиональное училище в Омской области, работал несколько лет, потом 2 года в Московском университете. Я знаю очень многие, так сказать, подробности. – То, что было, это было бы ошибкой. Очень большой ошибкой. Большой ошибкой. Чтобы сделать второй язык, русский язык, сделать государственным. Я ещё раз повторяю. Чтобы мерить общество, надо дать молодому поколению, раз считают, что румынский, можно его так назвать, но не забывать и о других поколениях, о моих поколениях, что это молдавский язык. А со временем всё стоит на своём месте. А изучить государственный язык должны все. Продолжение следует... Продолжение следует...